всем привет котики слава украине сразу хочу начать с небольшого опроса так как украинцы первыми исторически покорили космос привет королёву считаете ли вы что space x илона маска должен перейти украине ответы пишите в комментариях давайте исправим эту историческую ошибку а теперь к делам земным народ придумавший чебурашку и треугольную гитару сдавайся у русской пропаганды паника оказывается харьковская операция это все-таки отвлекающий маневр для херсонского наступления правда этот отвлекающий маневр продолжает извлекать наши города из лап орков на юге российские захватчики доблестно перегруппировываются и переходят на более удобные рубежи другими словами съебываются в ужасе успевая только писать в телегу помогите мы все помрем нас предали в полноценной части 300 500 человек чего как разговаривающие на английском языке хорошо оснащены вооруженные в том числе тяжелым вооружением так что в принципе это совершенно очевидная прокси война со странами над упс а я не знала что нас уже в нато взяли хотя тут вопросик захотим ли мы принимать в свой состав нато после победы подумаем не трактор и не пирамида из дынь самый яркий подарок на рождение путин получил сегодня рано утром такое себе похмелье юбиляра взорвался крымский торт ну то есть мост но сладенько было очень-очень такая себе керченская пиньята в результате термической обработки обвалилась три пролета аналогов нет нового инженерного сооружения загорелась железнодорожная колия была эта ракета или заложенная бомба или как сообщили самые скрипоносные грузовик со взрывчаткой повреждения грандиозные мы помним как тяжело было разрушить антоновский мост эксперты говорили что для уничтожения подобных конструкций нужен ядерный удар а керченский мост вообще непотопляемый как титаник он реально картонный как и все российское государство мост из говна и палок а это символ эпохи воистину набрали воздуха и по моей команде на счет три раз два три началась грызня высших эшелонах частные военные жабы ебут гадюк в погонах рамзан зам и глава вагнера открыто критикуют боевого генерала далее цитирую генерал лапин бездарь которого покрывают руководители в штабе и призвали разжаловать его в рядовые класс раздайте им ножи и выключите свет с мобилизация у них вообще полная жопа гребут одноглазых сумасшедших многодетных пенсионеров если есть такие которые там имеют позвонковые грыжи пластины в голове и так далее и так далее насколько он мне сказал пока эта категория в по медицине это значит вы призываетесь во время мобилизации все равно подлежите и главное условие отбора безвольные и инертные все ты идешь на войну хорошо а можно я собой аппарат искусственной почки возьму я без него не могу ты дурак он же в бтр не влезет так я же без него умру поверь ты с ним умрешь только заебешься перед этим эту хуйню таскать на себе на фоне всего этого пиздеца путин продолжает делать вид что он всех переиграл и россия сейчас как у всех и русские до сих пор удивляются как же так почему украинцы нас побеждают мы же великие витязи мы тысячелетние захватчики а этих то малоросы смешные селюки салом зубах то то вообще вместо них нато воюет сами ж они не могут нас так пиздить еще как могут потому что украинцы как раз умеют воевать все свои значимые победы россия одержала только когда на ее стороне воевали украинцы и это исторический факт после развала киевской руси макшанские царьки вели локальные воины с переменным успехом самые великие их боевые победы микроскопическое ледовое побоище и великая несуществующая куликовская битва и так ледовое побоище русская история поведала что там 15 тысяч русских разбили несметные полчища тевтонских рыцарей протофашистов на самом деле по реальным историческим оценкам в битве со стороны тевтонцев принимало участие от 200 до 400 человек со стороны московитов 400 800 но это примерно как запорожье бабурка попиздилась бы с кичкосом причем агрессором выступал невский в итоге этого эпичного махача рыцари потеряли 26 человек куликовская битва это та где дмитрий донской победил мамая и скинул татаро-монгольская ига битва которая возможно даже не существовало как минимум ее масштабы сильно преувеличены а политические последствия просто выдуманы московиты так сильно разбили монголов в этой легендарной битве что после этого монголы осадили москву она продержалась аж два дня после чего была разорена и сожжена такое себе избавление от ига потом московитов загоняли литовцы поляки и крымские татары не без помощи украинцы пока с ними военный и политический союз не заключил богдан хмельницкий начиная с этого момента украинцы сражались на стороне русских и у тех дела пошли в гору постепенно русские добили речь посполитую и все закончилось ее разделом в 18 веке просто украинское казачество стало воевать на стороне россии а когда воевали на стороне польши то осаждали москву вот вам селфи гетьмана сагайдачного возле москвы 1618 год русско-османская война и завоевание крыма в ноябре 1769 года казаки разбили татар на реке вовчий приняли участие в битвах при кинбурге очаковом и хаджибеем сейчас это одесса осаждали тулагу измаил штурмовали перекоп захватили кафу сейчас это феодосия в 1773 году запорожцы воевали под гирсова под командованием генерал-майора милорадовича кто такой милорадович это русский генерал герой турецкой войны и герой войны 1812 года украинец родился под полтавой одного разу так что когда говорят что крым и новороссия были завоеваны русскими исключительно русскими и поэтому это исконно русская земля хочется сказать сосите шаблю читайте книги разгром наполеоновской армии 1812 1814 года в регулярной российской армии украинцы составляли 50 процентов от всего рядового состава 80 процентов среди младшего офицерского состава 80 22 боевых генерала были украинцами в казацкие полки и в ополчение в украине вступило 70 тысяч человек были сформированы и киевские полтавские букские казачьи полки херсонский эскадрон отряды лесных казаков крупные соединения украинских и донских казаков всего воевала 15 казачьих полков которые находились еще тогда на самообеспечение то есть уже тогда работали украинские волонтеры особенно прославила себя украинское ополчение в польше во время осады и взятия крепости за мости 8 украинских казацких полков участвовали в битве народов осенью 1813 года под лейпцигом где наполеон еще раз получил пизды а ну про чуханку куда бы дошли французы если бы не украинцы нам бы сейчас рассказывал пьер ришар и жерар депардье губернаторы чукотки и хабаровского края вторая мировая война один очень неуважаемый человек уверен что россия победила бы в ней и без украинцев теперь по поводу наших отношений с украиной я позволю с вами не согласиться когда вы сейчас сказали что если бы мы были разделены мы не победили бы в войне мы все равно бы победили потому что мы страна победителей сейчас кто-то получит по пизделятору фактами в советской армии воевала семь миллионов украинцев украинские генералы командовали армиями и фронтами украинец алексей берест водрузил знамя победы над рейхстагом кстати украинец майкл стрэнг поднял американский флаг на и вадиме но вернемся к советской армии более двух тысяч украинцев стали героями советского союза а по всей территории украины развернуто широкомасштабное партизанское движение это я даже не говорю про сотни тысяч украинцев которые сражались в армиях союзников так что пляшевенький любитель истории если бы не мы то твоя мечта сбылась бы еще 70 лет назад и россия уже давно бы была фашистским государством а ты бы родился во франкфурте на неве и чистил сапоги фрау оберштурман фюреру меркель так что прекращайте удивляться силе украинского оружия и начинайте готовиться капитуляции мобилизация вам не поможет а очень даже наоборот единственная от нее польза рост акции ритуальных услуг на московской бирже 19 числа 23 человек у меня 7 человек осталось ждем люди нужны людоед такое специальное не придумаешь в общем русские еще раз повторю хотите жить заходите на ресурс хочу жить и сдавайтесь в плен 21 сентября этого текущего года получил повестку медкомиссия отправка в часть 25 числа я уже был в украине перед тем как отправиться на медкомиссию гуглил как можно сдать в плен чтобы не оказаться убитым нашел в телеграме канал хочу жить это государственная программа украины там нашел номер позвонил по нему мне объяснили что как нужно сделать куда выйти что сказать чтобы меня не убили чтобы долго не комментировать весь этот трэш перейдем к фактам сейчас мы вам покажем карту карту какие территории в каком объеме за последний месяц освободила украинская армия от российских захватчиков полюбуйтесь как вы думаете почему российская армия проигрывает украинской с этим вопросом я решила обратиться к россиянам в моей любимой чат рулетки что получилось смотрите дальше здравствуйте слава украине я тоже вам соболезную слушать я хотел спросить как вы думаете почему российская армия проигрывает войне вторая армия мира войне с украиной потому что жалеет украину жалеет думаете это же с доброй воли можете назвать но хорошо тогда мы хотим чтобы жестов было как можно больше продолжайте в том же духе здрасте здравствуйте вы откуда такая красивая я из украины конечно откуда все красивые из украины я там скоро поездом буду а вы откуда а вы проездом смысле мобилизированы повестка вижу еще пойдете лучше делать ну почему можно уехать из россии или отказаться на ужешний выявил нельзя это сразу 10 лет тюрьмы но лучше в тюрьму сесть чем умереть мне кажется как вы думаете почему сейчас российская армия вот в таком количестве вот более 50 тысяч погибло и мы освобождаем город за городом могу сказать что у нас вчера использовалось новое оружие называется пересвет которая застепляет спутники для запуска межконтинентальных ракет я думаю это что наши войска оттуда вывозят для того чтобы запускайте уже что-то посерьезнее потому что изначально рассчитывалось на то чтобы исключительно демилитаризировать украинскую армию но так как подключилась подключилась вся европа считай одна россия против очень большого количества стран нужно использовать оружие посерьезнее планировать планировалось закончится много быстрее но не получилось короче отпиздили ваших слушать а как поэтому приходится что-то посерьезе здрасте здрасте какой симпатичный видно сразу порядочно наверное человек умный скажите пожалуйста нет просто вот увидела и почти влюбилась слушайте скажите пожалуйста как вы думаете почему российская армия сейчас получает пизды в украине и проигрывает войне ну давайте по фактам освобождена полностью харьковская область полностью сейчас херсонская область 12 населенных пунктов донецкая луганская область идет внутрь продвижения украинских войск и вы оттуда съебетесь ближайшее время как вы думаете почему вы же вторая армия в мире как связь с нашей территории есть это территория российской федерации какая запорожье я и запорожье я и запорожье это мой город моя земля ну чуть-чуть ну на общая наша земля будет какая общая привет ребят привет ребят вы откуда мы с россии то я уже поняла откуда загнивающей россии северная осетия ясно ребят как вам вообще то что русская армия сейчас получает пизды как думаете почему проигрывает здрасте слава украине слушайте как думаете почему сейчас российская армия проигрывает войне в украине женщина вы на телевидении работаете я так чую ну я вас просила не на телевидении в интернете сейчас как вы считаете почему армия проигрывает российской а кто сказал ну есть официальные данные по поводу освобождения значительных территорий херсонской области полностью освобождена харьковская область сейчас донецкая и луганская освобождается в процессе женщина об этом утверждать не могу так как не являюсь военнослужащим или около этого единственное знаю что 30 сентября территории вернулись в лоно матушки россии четыре региона какие территории довожу до вашего сведения луганская народная республика а это какие территории публика херсонская область запорожская то есть запорожская но я из запорожья ничего не вернулась область отдельные районы оккупированные вашими войсками с вашей стороны так объясню так я из запорожья что то что вы мне рассказываете город не в оккупации мели тополь такая это что вся запорожская область достаточно больше половины уже достаточно референдум проведет господи какие же вы больные вот такая история мне надо сейчас что выпить я не могу я после вот этих разговоров у меня стресс от идиотизма на этом все по традиции дискуссионный видео вопрос помните враги наш тактический прием когда мы отступаем это значит мы вперед идем как вы думаете на какой стороне растет у этого человека мо ответы пишите в комментариях если вы хотите чтобы украинец снова поднял знамя победы над кремлестагом подписывайтесь на мой канал и поставьте лайк прямо сейчас друзья все наши видео создаются благодаря вам благодаря нашим патронам это ваш вклад в информационную гигиену и антипропаганду которую мы делаем уже столько лет поэтому становитесь нашим патроном система патреон янина соколова и оп вы автоматически наш инвестор слава украине слава высу и огромный привет всем у нас сейчас смотрит на оккупированных территориях ребят мы вас держим за руку мы с вами и скоро очень очень скоро мы все будем снова вместе в огромной демократичной свободной и очень сильной стране под названием украина до встречи на следующей неделе пока